Мир Дэнди Вы мечтали поездить на мотоциклах и при этом отдубасить своего противника? Такая возможность есть. Розарев 3 на приставке Sega. И снова игра от Electronic Arts. Сразу понятно, о чем идет речь, не правда ли? Но игра-то является не полностью спортивной, а с элементами драк. А чтобы вы все еще больше поняли, расскажу сюжет. Да в общем-то он не широк. Собралась кучка ребятни и от нечего делать устроили соревнования по мото-гонкам. Но перегнать это еще не самое главное. Надо отдубасить противника до потери сознания. Ведь голова все равно пустая, так что ее не жалко. В общем, хулиганы. Итак, от сюжета переходим к самой игре. По-моему, она оснащена всем, чем надо. Сверху донизу. Начнем хотя бы с оружия. Тут его видимо-невидимо. Ну, во-первых, руки, ноги. Не очень, правда, эффектно, но все равно сойдет для начала. Зато потом вам предстоит отбирать у врагов, у полицейских кое-что помощнее. Цепочки. Как применять, понятно, я думаю. Нажал на кнопку и удар по шлему. Если повезет, то к противнику. Далее. Ну, нчаки. Во, это уже кое-что помощнее. Правда, крутить-вертеть ими вам не придется. Но с размаху по врагам ударить можно. Ну, короче, кроме этих видов оружия, тут есть очень много других. О всех рассказывать не буду, а то весь репортаж займет. А расскажу-ка я лучше о трассах. Всего их семь. Великобритания, Кения, Италия, Германия, Япония, Австралия и Бразилия. Вы удивлены, что это города. И все они представлены во всей своей красе. А пройти же их будет очень сложно. Вернее, не пройти, а проехать. Потому что ваш путь начинается аж с шестнадцатого места. Но если вы все-таки завоюете первое место, то вам будут немного баксов, на которые вы сможете купить новый мотоцикл или оснастить старый. А мотоциклов к игре около пятнадцати. Все так и просятся к хозяину. А как красиво выглядят полеты гонщиков, когда они врезаются в машины. Какие сальто, перевороты. Только странно, что после таких трюков гонщики вообще могут продолжать гонку. Но ведь продолжают. Я думаю, стоит подвести итоги. Графика, звуки, все на месте. Романжи-гонка очень хорошо чувствуется. Так что не упускайте свой шанс. Electronic Arts как-никак. Итак, долгожданный хит-парад. На этот раз он будет на приставочке Sony PlayStation для игр Драг. Совершенно новых игр. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В последнее время программисты Стали создавать очень мало хороших гонок. Я думаю, им просто не за что зацепиться. Но ведь нашлось за что. Автомобили Porsche. Следовательно, сейчас вы узнаете Об игре Porsche Challenge на приставке Sony PlayStation. Итак, на старт, внимание, поехали. Кажется, на этот раз программисты действительно позаботились об этой игре. Вначале вам предоставляется возможность побывать на месте одного из шести водителей, плюс один секретный. Чтобы нагляднее характеризовать того или иного гонщика, разработчики игры дали каждому старую профессию. От кикбоксера и хакера до водителя-испытателя и диск-жокея. Также здесь есть и фотомодель, и журналистка. В игре четыре трассы. В округе Европы, по Альпам, по США и в Японии. На них можно поездить в 20 разных состязаниях. Стартуя в режиме классик-моды, вы должны пройти гонку на время с контрольными пунктами. Дальше идет режим интерактив-моды, где наградой за ваше мастерство будут секретные проезды и премии. После этого вам надо победить опытного пилота в тест-драйвер-моды. Потом будет еще много режимов, в том числе более длинный, интерактив-моды, зеркальный режим и режим мечта, где вы сами становитесь тест-драйвером. Украшением автогонок всегда служат режимы поединков двух игроков. Есть такой режим и здесь, причем он реализуется не способом линкап, а с разделением экрана. Но разве неприятно посоревноваться с другом и показать свои способности, в душе посмеиваясь над потещим товарищем, который, высунув язык, пытается обогнать вас. Но не тут-то было. Наконец-то есть опция кетчап, которая как бы помогает отстающему догнать лидера, хотя и здесь от отстающего требуется проявить немало мастерства и выдумки. Если же вам удастся пройти игру, то в конце вы увидите фильмовые заставки, которые выглядят очень внушительно. Графика, музыка и звуки в игре просто потрясающие, да и в конце концов реалистичные. А разработчики позаботились не только о машинах, но и о том, чтобы вам не так просто было на них ездить. На трассах рассыпались два. Сегодня в 10.30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим мир Дэнди. А теперь поговорим о новинках, которые совсем недавно появились в доме Дэнди. Про всех, конечно, мы рассказать не успеем, но на парочку время вполне хватит. Во-первых, там появился новый выпуск журнала «Страна игр». С новыми играми, их описаниями и, конечно же, секретами. И, во-вторых, там появилась новая одежда. Обратите внимание на этот прикид. Удобным капюшом позволяют не трясти длинными волосами и не сыпать перфель на свою любимую приставку. Глубокие вместимые карманы позволяют хранить там джойстики и картриджи. Широкие ленары помогут вам, когда вы будете кататься на роликах-коньках. А веселый рисунок на вашей кингурке очень разнообразит данную конструкцию. И все, что вы сейчас видели, является всего лишь небольшой частью всех тех прикидов, которые вы сможете найти в доме Дэнди. Итак, мы вас ждем по адресу улица Базалых Минского, 33, в магазине Дом Дэнди. А теперь заменим наш автомобиль на более скоростное средство передвижения, а именно на самолет. Сейчас вы узнаете о самой новейшей реталке на этой приставочке Sony PlayStation. Она называется Boki D6. Ну что, полетаем? Очень долгое время я искал хорошую реталку, ибо пройдя Ace Combat 2 по 30-му разу, хотелось поиграть во что-нибудь такое же крутое. И, наконец, я нашел такую игру. Это Boki D6. Так что же в ней есть такого, чего нет в других реталках? Во-первых, игра очень реалистична и увлекательна. Но начнем по порядку. Нажимаем на старт и начинаем миссию. А хотя нет, перед началом вам досконально объясняют, что нужно сделать, да еще и покажут детальную карту местности. Самые миссии очень разнообразны. И включаются задания, которые вы привыкли видеть в других реталках, а именно защищать, сопровождать, истреблять и так далее. И все это вам придется сделать на разных зонах. В пустыне, на море, в снегах, в горах и еще во многих красивых местах. Затем уже вам предстоит выбрать самолет. В самом начале выбирать вообще-то не придется, так как в вашем распоряжении один единственный самолет. Но по мере прохождения ваша коллекция увеличится до шести. И только после этого вас уже выпустят в небо. Иногда вы сразу начинаете в воздухе, а иногда придется взлетать самому. И это будет твой, как непросто. Ну ладно. Все неприятности преодолены. И мы наконец-то в воздухе. И тут-то начинается настоящее веселье. Вокруг вас кружатся множество вражеских самолетов. И было бы глупо думать, что это ерунда. Чтобы сбить хотя бы одного из них, придется здорово помучиться. Как я уже говорил, игра реальна. И поэтому самолеты не птицы. За ними даже угнаться трудно. А для того, чтобы поймать в перекрестии прицела и выпустить ракету, придется очень долго помучиться. И кто сказал, что ваша ракета попадет в цель. Один маневр, и опять лови его в перекрестии. Бить же из пулемета, это вообще гибло дело. И решиться на это может только профессионал. И это только одна проблема. Вас ведь еще обстреливают с земли и с моря. И пока очистишь всю территорию от врагов, придется здорово потрудиться. И действовать нужно быстро. Ведь время в каждой миссии ограничено. И по его исключению, ваши полеты закончатся. Обычно вы действуете в полном одиночестве. Но иногда вам могут дать напарников. Правда, они долго не живут, но и вы тоже не бессмертны. Одно точное попадание, и конец вашей карьеры. Особо я хочу заметить возможность игры вдвоем. Пойдем к карьеру. И что тут говорить. Боги Дэд 6 действительно являются первоклассной деталкой для PlayStation. Но поиграть в нее стоит. Это уж точно. А теперь традиционная рубрика «Help». Что же сегодня у нас будет на приставочке Sony PlayStation? Porsche Challenge, Z, ну и, конечно же, Jet Moto 2. Итак, поехали. Porsche Challenge. Все секреты выводятся на титульном экране. Прыгающая машина. Квадрат, ноль квадрат. Интерактивная гонка. Влево плюс ноль, вниз плюс треугольник, вправо плюс квадрат. Все прыгающие машины. Вверх плюс квадрат, вверх плюс ноль, вверх плюс квадрат, вверх плюс ноль, вверх плюс квадрат, вверх плюс ноль, вверх плюс квадрат. Игра Z. Секрет. Все секреты вводятся в режим пароли. Усилить юнитов. Квадрат 0, Х, треугольник треугольник, Х, 0, квадрат. Невидимость. Квадрат треугольник 0, Х, Х, 0, треугольник квадрат. И, наконец, Jet Moto 2. Очень, ну просто очень огромный секрет. Результат. Все открытые трассы. Зайдите в опцию, поставьте сложность мастер и 5 кругов. Зайдите на выбор игроков и нажмите Х, выбрав игрока, илдейва. Потом идите на титленный экран и нажмите вверх-вниз, лево-вправо, R2, R1, L2, L1. Идите опять в опцию, поставьте 3 круга. Идите на выбор игроков, нажмите Х, на вилдрайв. Опять на титленный экран. Вверх-влево-вниз, вправо, квадрат, R2, 0, L2. Затем опять в опции. Ставим сложность Amateur и выключаем Turbo. Потом идем на выбор игроков и нажимаем Х на игроке Bomber. Затем идем опять на титленный экран. Нажимаем вверх-вниз, влево-вправо, вверх-вниз, влево-вправо. Затем отгадайте куда. Правильно, опять в Options. Ставим сложность профессионал и опять включаем Turbo. И, наконец, идем на титленный экран и вводим R2, R1, L1, L2, R2, R1, L1, L2. Будьте уверены, это работает. Но, к сожалению, в очередной раз наша передача подошла к концу. Не забывайте, что теперь в доме Дэнди, помимо всевозможных ассортиментов приставок, игр, роликовых коньков и тамагоши,